Боже, девушки, я забыла вам рассказать о самом главном, о наших гормонах, эстрогены, прогестероны, как они влияют на нашу центральную нервную систему, дают нам женское настроение, как они влияют на нашу матку, чтобы она давала нам месячное, на наше влагалище, чтобы оно не было сухое, на наш мочеиспускательный канал, мочевой пузырь, чтобы не было, ну вот это, знаете, неприятное, называется на самом деле недержание мочи, чихнул и выделилось немножечко мочи, неприятная вещь, это эстрогенозависимая вещь, на молочные железы, чтобы они нормально функционировали, не давали нам никаких мастопатий, на бронхолигочное дерево, как они влияют на сердце и сосуды, чтобы было нормальное артериальное давление и сосуды не обрастали холестерином, как влияют наши женские половые гормоны на кости, чтобы кальций оставался в костях, а не выводился в виде солей и не давал нам камни в почках, например, на обмен липидов, на водно-солевой, на кожу на слизистые, на волосики, чтобы они были очень-очень красивые и привлекали взор. И всё это я вам забыла сказать невероятно. Пойду попью водички, а пока приглашу микрофончику Наташу, потому что я просто не могу поверить, что я забыла вам об этом сказать. Наташа, передаю тебе слово, а сама на некоторое время ухожу с экрана. Сейчас я опять на некоторое время, буквально на 2 минуты, чтобы сделать такую рекламную паузу. Знаете, я думаю, вы меня поддержите. Вот когда слушаешь Лену, по большому счёту, ты заряжаешься такой массой позитивной информации, и в то же время Лена стимулирует двигаться. Не просто там слушаешь, а действительно ты понимаешь, так, столько много тебе ничего можно сделать, поэтому, Лена, сердечная тебе благодарность. Несколько технических слов, несколько технических моментов. Сегодня действительно у нас встреча такая очень обширная, очень насыщенная и очень информативная. Но это надо было сделать, потому что, наверное, переходить вот к теме, о которой Лена сейчас говорит, наверное, ну, как сказать-то, не вовремя будет, если ты не знаешь, что, о чём Лена сейчас сказала. Так вот, у нас начинается курс номер 9, называется «Женские вопросы». Я не знаю, мальчикам, наверное, сейчас это будет совершенно неинтересно, будет интересно больше всего девочкам. Так вот, этот курс будет состоять из четырёх встреч. Они будут посвящены женщине, женским вопросам, конкретно женским вопросам. Лена сейчас об этом скажет. Но вопрос вот в чём. Этот курс связан, начиная от подготовки к беременности и заканчивая возрастом, когда у женщины случается климакс. Мы, конечно, с этими вопросами и темами не можем бороться, потому что и не надо с этим бороться, надо просто быть готовым. Так вот, не каждому нужны, допустим, вопросы подготовки к беременности, если, допустим, интересуют вопросы непосредственно климакса. Но я знаю, что многих интересует и первое, и второе, потому что у всех есть дочери или у многих есть дочери, у кого-то есть знакомые, у кого-то есть друзья, поэтому темы очень сильно взаимосязаны и смежны. Мы вам предлагаем, можно сказать, несколько вариантов решения этой ситуации. Первый вариант решения. Вы можете приобрести полностью курс, прийти вот сейчас, и тем более мы об этом очень-очень подробно поговорим. Поговорим на следующей неделе в среду. Так вот, можете приобрести полностью курс. Здесь будет очень такая хорошая вам возможность скидки. Или можете выбрать какое-то одно или два занятия, как вам будет удобнее. Тогда используйте вторую вот эту ссылку, где вы можете выбрать одно, два занятия, там, или три занятия, ну, не полностью курсы, и написать нам об этом. Вот, сейчас Лена очень подробно расскажет, я не буду занимать время, очень подробно об этом расскажет. Вот, когда Лена об этом расскажет, то завтра вы уже получите спокойно запись, сможете пересмотреть ещё раз всё и сделать для себя выбор. Мы вас приглашаем, потому что действительно курс очень значимый, очень нужный для нас, для женщин. А если учаите мужчины, то я думаю, что этот курс очень полезный будет для ваших жён, для ваших женщин. Поэтому сделайте им подарок. Лена, я тебе передаю микрофон, я с тобой, и буду помогать тебе. Да, ну, я попила водички, отошла от шока, что я вам забыла. На самом деле, конечно, я не забыла сказать по поводу женской половой активности, активности женских половых желез, количество женских половых гормонов, потому что, вы знаете, это вещь, которая у нас есть изначально. А потом её потихонечку-потихонечку у нас как бы отбирают. И это, конечно, неприятно, и можно потасковать на эту тему. Но я вам должна сказать просто. Если мы с вами собираемся жить где-то 100, там кто-то больше, то половину времени быть женскими половыми гормонами, а половину с уменьшающимся количеством тоже неплохо. Я знаю большое количество девчонок, которые спокойненько, замечательно себя ощущают. И это как бы вот новая такая вот жизнь, без заморочек с материнством и так далее. Ну, в общем, можно полностью посвятить себя самореализацией. Однако, что у нас с вами будет на курсе? Первое занятие будет посвящено различным вопросам женской половой сферы. Например, когда я проходила все эти возрастные, все вопросы возраста, например, в 20 лет, девчонок очень сильно беспокоит, например, эрозия шейки матки. Девочки пугаются, девочки думают, боже, это, наверное, рак, да? Ну, то есть, если человек не знает, насколько опасно это состояние, то, соответственно, он имеет большое количество стресса в связи с этим. Дисплазия шейки матки стоит ли бояться? Что нужно сделать каждый из нас, чтобы не угодить в такое очень нехорошее состояние, которое называется рак шейки матки? Ведь он на втором месте после рака молочной железы. Вот, то есть, фактически, нам с вами нужно будет понять, как проходить часто профосмотры, техосмотры, для того, чтобы доктор ни в коем случае не пропустил нехорошее состояние. Дальше на женщину набрасываются различные воспалительные заболевания. Девочка начинает жить половой жизнью, соответственно, воспаление яичников, маточных труб и так далее. Об этом тоже нужно поговорить. Именно с точки зрения патогенной микрофлоры, условно-патогенной микрофлоры и повышения сил иммунной системы. Дальше, с течением времени, женщина начинает беспокоить немножко другие вопросы. Меома матки или мастопатия. Как с этим вопросом себя вести? Потому что можно, конечно, подождать, пока назначат оперативное лечение. А можно активно что-то делать для того, чтобы никогда не угодить на операционный стоп. Гиперплазия, эндометрия, полипоэндометрия. То есть, я буду давать просто готовые схемы, которые работают. Понятно, не в 100% случаев, потому что и в медицине тоже не наработаны механизмы решения этих вопросов в 100% случаев. Но мы с вами пойдем натуропатическим путем с использованием различных трав и готовых систем, в том числе очищения организма. Я считаю, что это очень ценно, это мягко, это развивает нашу молодость, красоту, при этом возвращает нам наше здоровье. Это у нас будет первое занятие. Давайте, чтобы я ничего не пропустила, я буду подсматривать все-таки. Первое занятие по женскому здоровью. Ух ты, да, еще забыла сказать по поводу щитовидной железы. Многие барышни спрашивают, боже, Лена, у меня патология щитовидной железы, она работает плохо, дает малое количество гормонов, вот и я полнею. На самом деле, если щитовидная железа недовольна, то возможны патологии, заболевания и в женской половой сфере. Например, молочные железы, яичники и так далее. Поэтому тоже на эту тему очень серьезно с вами поговорим. Следующее занятие будет касаться беременности. Потому что, вы знаете, если к беременности не готовиться, это было раньше, беременности раньше, когда я начинала быть гинекологом, были по залету. И как-то все было нормально. То потом ситуация кардинально поменялась. Сейчас каждая пятая семейная пара хочет иметь детей, но как-то не получается. Мы с вами разберем инфекции, передающиеся половым путем, поймем, лечить их или нет. Потому что, если все их лечить, то печень выпадет в малый таз. Мы поймем, что нужно для вынашивания здорового ребенка, то есть что нужно добавить во время беременности, чтобы хватило и вам, и тому малышу, который либо будет вас радовать весь остаток жизни, либо вы вместе будете справляться с какой-то его патологией. Чем лечиться во время беременности? Слушайте, ну здесь много всяких моментов. Беременный — это обычный человек, который может влететь в различные заболевания. Ну и хочу подсказать, конечно, что делать, чтобы родился умненький, а не вот как бы что получится. Вот, тоже важно. Это подготовка к беременности. А второе-то я пропустила. Второе занятие у нас будет при климаксу-климаксу. Это не старость, я вам сразу говорю. Это просто тот период времени, когда женщина живет просто с низким количеством женских половых гормонов. Мы с вами разобрали бешеное количество. Это 10 позиций, по которым мы можем выиграть бой у старости. И этого вполне достаточно. Но если вы хотите еще выиграть бой и по гормональному фону, то я вам все расскажу по поводу фитопрогестеронокорректоров. Я использую травы, поэтому по эстрогеноподобным, по прогестероноподобным травам мы с вами очень подробно поговорим. Я расскажу наработки, как девушки справляются с приливами. Как справляются с плохим настроением. Что сделать, чтобы не убить всех вокруг. Мы с вами поймем, как коррекция женского гормонального фона защищает сердце и кровеносные сосуды. Доскалогена. Ну и еще немножко поговорим по поводу косточек. Потому что если кальций покидают косточки, если теряется костная масса, то вы сегодня видели, чем это чревато. Очень редко я говорю о мужской половой сфере, но у меня просят. Потому что на самом деле умная женщина понимает, что если рядом находится мужчина с муж, с хорошо ухоженной мужской гормональной сферой, то этот муж, он останется в семье, он будет рядом, а не пойдет искать каких-нибудь авантюр с девчонками, которые помоложе. Ясное дело, с ними все легче происходит. Но если у мужчины нет каких-то вот таких изменений серьезных в мужской половой сфере, то, скорее всего, этот муж останется в семье. Ну и, конечно, экология с детства. Как защитить ребенка? От кого защитить? Собственно говоря, питание. Основные проблемы питания детей мы с вами очень подробненько обсудим. Непослушание — это не потому, что просто непослушание. Это очень часто дефицит внимания. Это связано с огромной передозировкой углеводов, которые мы позволяем нашим детям. Потому что они, к сожалению, пьют только сладкое, едят только сладкое и больше ничего не едят. И если с этим ничего не сделать, то ваш ребенок будет продолжать ходить пешком по потолку и целый день делать только то, что нельзя. И виноваты в этом только вы. Многие здесь могут помочь. Но основную часть работы придется сделать самостоятельно. И это работа с питанием. Чем дополнять питание здорового ребенка? Как сделать так, чтобы редко болел, без осложнений и без, ну знаете, если с осложнениями, то это значит с антибиотиками. Как не допустить до антибиотиков? Детки должны болеть, но не часто, редко, не тяжело, легко и без осложнений. Ну, я подскажу, как меня научили снижать температуру дедовскими способами. И критические периоды развития детей, это периоды вытяжения деток, как защитить ребенка и вообще как быть хорошим родителем. Хороший родитель — это не тот, который раз в год свозил ребенка на море и, так сказать, оздоровил. А это тот, который и на море свозил, и целый год правильно ребеночка питает. Вот. Но, собственно говоря, на сегодня всё. Старости реально нет. Есть только симптомы, которые проявляют слабые места нашего организма. И если мы с вами просто с этим не согласимся, если мы с вами очень чётко поймём, что мы можем делать со своим организмом, чтобы он нам служил верой и правдой очень-очень много лет, то мы с вами, конечно, победим так называемую старость, которой просто нет. Вот такая история. Вот такие у нас с вами будут четыре занятия. Очень большие, насыщенные. Я серьёзно готовлюсь к каждой теме. Ну и готова рассказать вам все нюансики, все секретики, которые на данный момент собирала и уже готова вам передать. Спасибо огромное за внимание. Если я чего-то тут пропускала в чате, тут есть какая-то определённая задержка, но я так понимаю, что Наташа собирала вопросики, и на теме «Вопросы и ответы», которые состоятся через недельку, я вам всё это дело расскажу. Так что приходите, будьте с нами, включайтесь в новый курс «Женское здоровье. Кто ещё был не с нами?» И если вы понимаете, что вам нужно догнать ту группу, которая занимается с сентября месяца, включайтесь, пожалуйста, и разбирайтесь в тех темах по записи, которые вас больше всего задели за живое. Мы с вами созданы с огромным запасом прочности, с огромнейшим запасом прочности, и все вопросы старения – это всего лишь вопросы недоухоженности. Мы с вами можем за собой ухаживать филигранно, качественно. И вот последний пункт, который я вам ещё не рассказывала – «Женские вопросы» мы с вами разберём уже совсем скоро. Всё. Огромная благодарность, Наташа, за то, что ты всегда рядом со мной и помогаешь, и поддерживаешь мне, и за то, что стал возможен такой действительно качественный, большой, глобальный проект, в котором у меня мозг работает на 120%, потому что, ну, знаете, какие условия. Спасибо вам всем. Всех люблю. Пока. И сейчас снова я, Лен. Сердечная тебе благодарность. Вот люблю тебя, не знаю. Когда я тебя слушаю, у меня сразу хочется встать, пойти, двигаться, ещё что-то делать. Вот. Воду пила, но вот сейчас хлорофилом тут же размешалась, бегала. Вот. Так что вот Лена настолько стимулирует двигаться, настолько стимулирует изменять свою жизнь, что действительно у тебя это прописывается не на уровне, наверное, там просто час посмотрел, послушал, и там до следующей встречи. Это знаете, как говорят, когда ты сидишь, смотришь спортивные какие-то состязания, соревнования, и вот оказывается, вот может быть вы не знаете, так вот оказывается, когда сидишь, спортишь состязания, у тебя внутри сокращаются мышцы, понаблюдайте за своими мужьями, когда они смотрят футбол, это есть их любимая игра. Так вот, если ваш муж, или вы сами не ходите на какие-то спортивные, заниматься спортом, да, но вы любите смотреть, это уже что-то происходит в вашем организме, какой-то маленький-маленький процент калорий тратится, потому что мышцы внутри сокращаются, происходят химические реакции, и вот таким образом мы теряем калории и стройнеем, как нам кажется. Но Лена, она вот не такая, у нее, когда Лену слушаешь, реально вот после этого хочется менять, не просто хочется, ты начинаешь менять, начинаешь менять свое отношение к питанию, ну не всегда, конечно, получается, мы все что-то подзабываем, но вот прошлый, например, курс меня настолько зацепил, я вот со всеми, с кем общалась, по поводу прошлого курса, это курс потребительской грамотности, где Лена рассказывала, что нужно использовать, там, я не знаю, в косметике, в чистящих веществах, что нет, вот, он настолько меня зацепил, настолько я в него прониклась, и опять же, все люди, кто был на нем, кто чувствовал, вот, что очень много изменило уже в своем доме, в своей семье. Теперь давайте немножечко скажу про то, что нас ждет в ближайшее время. Сегодня, ну, просто, ну, действительно был очень большой курс, но я немножечко, сейчас мы не спеша поговорим. Это все запишется, если вы вдруг не выдержали двухчасового общения, или поздно у вас просто, и вы пошли спать, это нормально, завтра я вам пришлю запись, вы сможете это все посмотреть. Итак, курс номер 9. Это курс, называется он «Женские вопросы», и Елена сейчас вам сказала, какие будут темы задействованы. Нам уже начали писать письма, спрашивают, Наташ, мне 70 лет, и мне не нужна тема подготовки к беременности, это нормально и правильно. Вот, как быть, если я хочу побывать только на одном курсе, на одном занятии. Поэтому я вам предлагаю вот такой вариант решения этой ситуации. Первым делом, во-первых, прежде чем выбирать на одно занятие пойти или на два занятия пойти, посмотрите на ваших близких, посмотрите на ваше окружение. Может быть, соседка у вас там, молоденькая девчонка, которая старается и хочет изменить свою семейную жизнь и родить здорового ребенка, поговорите с ней, скажите, хочешь, я тебе дам одно занятие этого курса. Разделите стоимость этого курса и, допустим, придите на женские вопросы, придите на вопросы климакса, а ей отдайте два курса, которые относятся непосредственно к ней. Это вам будет стоить очень существенно меньше по деньгам. Вот. Если такой инфо нет возможности, я сейчас расскажу, какое есть второе решение. Итак, первое решение. Вы идете и участвуете в полностью всем курсе. Скидка на нее, посмотрите, вот здесь такой длинный числовой ряд, вы ее используете, она действует до 20 сентября, то есть действует ровно неделю. Через неделю этой стоимости уже не будет, то есть будет другая стоимость, поэтому приходите к нам на участие в курсе номер 9 «Женские вопросы». Если вдруг нет такой соседки за вашей стенкой в подъезде или среди ваших знакомых, и вы, ну, не хотите просто тратить на это время, а хотите просто прийти конкретно на одно какое-то занятие, а для вас вот такой выбор и выход из положения. Вы можете выбрать всего лишь одно занятие. То есть вот здесь внизу, смотрите, есть даты и темы занятий, здесь написано. Вы можете посмотреть, какого числа будет, то какая тема и выбрать всего лишь одно занятие. Чуть-чуть выше вы видите ссылку, в которой можете оплатить это занятие. Вот таким образом и такое мы вам предлагаем. Благодарим вас, что вы действительно развиваетесь, что вы слушаете, потому что чем больше будет вот такого грамотного, грамотных слушателей, чем больше будет грамотных и правильно знающих, как действовать в той или иной ситуации участников, людей, тем, наверное, будет здоровее, счастливее мир, потому что человек, когда он здоровый сам по себе, когда у него нет никаких вопросов, там решения, вот у меня там болит, там болит, там болит, вот, конечно, этот человек более счастливый, ему он больше мира, радости и любви приносит в этот мир. Поэтому добро пожаловать, мы вас приглашаем, и еще один момент, про который Лена вот тоже упомянула, в самом начале вы можете, вот если вдруг у вас возникнут на протяжении недели какие-то вопросы, да и вообще просто, если есть вопросы, вы можете этот вопрос написать к нам в эту табличку, сейчас вам ее тоже дам, вот, и я обязательно буду использовать все эти вопросы вашим, я их передам Лене, в следующую среду у нас тема ответы на вопросы, то есть это как раз будет тема по вот тем вопросам, которые вы зададите в этой табличке, ну и вопросы в чате, которые будут встречаться, добро пожаловать, Лена будет отвечать на все вопросы в течение очень маленького, ограниченного времени по сравнению с сегодняшним, днем по сравнению с сегодняшним участием. Ну, на этом я должна с вами распрощаться, благодарим еще раз за то, что вы с нами, за то, что вы идете по пути своего развития и следите за своим здоровьем, здоровьем своих близких и добро пожаловать на следующие наши онлайн-встречи. До свидания, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова